Дану решение как-то этот вопрос, чтобы перечить наш принятие. Ну, законно, то, что мы просим, это законно. Ответа на наше письмо нет. Потом дальше, значит, обращаемся в жилищную инспекцию, через интернет-приемную. Переходит ответ. Ответ пришел тоже, знаете, к сырохопии документа. Если ответ пишет, я, допустим, если ответ пишу, то пишу, значит, письмо, и на этой письме ставлю жилку опись, так ведь? Кто с сырохопии отправляет ответ, тем более обращались в эту контролирующую организацию. Они, значит, мне отдали ответ. Ну, вот мы написали, что с 2008 года, с момента заключения договора, управляющая компанией на все заявления в текущем формате был единый ответ. Ваш дом включен в программу капремонта на 2015 год. Нам никто не делал текущего ремонта, хотя текущий ремонт, раз за 5 лет должен не пригодить, так ли? Вот. Деньги в 2015 году нам нужны в доме, выделены, они даже были и фигурировали информацию в газете, но ремонт они не сделали. У нас в старых, в 2008 году постройки домов, трехэтажных столетов, не видевших ни одного текущего капитального ремонта. Поскольку текущего не делали, есть и аварийные места. Много лет исключения колодцев, течет вода в провале. Из-за сырости разрушился фундамент и треснули стены на углу дома. После наших многократных обращений на 2017 год запланировали как ремонт в нашей направлении. Написали главе администрации, руководитель исполнительного на сайт президента оборудования за тайны. Управляющая компания написала, что дом нуждается как в ремонте. И дали письменный ответ, что при капитальном ремонте будут произведены все работы, но не озвучены необходимыми. 7 декабря 2017 года нас поставили в известность о том, что с 1 ноября, кстати, там была информация, что уже с 1 ноября 2016 года в нашем доме уже идет капитальный ремонт. Со сметами не ознакомо говорят, что еще их нет. Выделены 12 лишних миллионов рублей, точной информации нет. Подвал не ремонтирует, мотивирует недостатком средств. Фасад, фундамент и трещины в системе планируют закрыть пенопластом, оставив ее в материаловременном состоянии. Трубы газоснабжения не допустим. Зато сказали, что заказывают дорогостоящие проекты и делают реконструкцию отопительной системы. Верхнюю подачу переделают на нижнюю. Единственная позиция отопления, по которой не было жалоб. Отлично работает. В квартирах жарко. Стены дома 70 сантиметров и необходимости пенопластик также нет. Для нас важнее, чтобы получили крышу, починили крышу, вентиляцию, канализацию, водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, фасад, фундамент, подвал и аварийный участок и стены, предварительно ее обследовав. Собственники провели собрание, нецветили свои перечень необходимых работ. Нам сказали, кто отказывает от реконструкции отопления, того отрежет от нее. Не хотим быть заложниками бездумного ремонта. Помогите нам. Получая ответ, 45 лет, написано, обращение, поступившее через интернет, рассмотрено на месте Бугульминской зональной жилищной инспекции, свызан на место. Обозначена общая сумма на капремонт 13,538. По данным ОООК, жителями собрано с 1 февраля 2003 года по 2017 год на капремонт 1 миллион 225 тысяч. В капремонт включена, значит, система холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, кровля, фасад, разработка проектной снежной документации, энергообслуживание и изготовление технического паспорта. При визуальном осмотре выявлено частичное отслоение штукатурного слоя стен, подвального включения, трещина в фундаменте не обновлена. Система канализации в рабочем состоянии, протечек нет, подвал сухой. По фасаду с уличной стороны дома имеются волосяные трещины покрасочного покрытия. Установлены маячики, фасад находится в удовлетворительном состоянии. Газопровод в падении, выполнен по проекту, находится в рабочем состоянии. Проектно-смертная документация находится в стадии разработки, значит, эргообслуживание, выданное предписание на ремонт слоя стен тормала. Так, я ей позвонила туда, исполнитель ее спросила, когда был виз, почему нас не пригласили. Она, как бы, ответила, не стала общаться, сказала ей некогда. Вы знаете, контролирующая организация, тем более же, будет жюрищный этот, и сядем приехал, они должны были в первую очередь встретиться со мной с тем, кто пожаловался. Я просто говорю, да, я просто говорю информацию. Вот, теперь, значит, конечно, ты в первую очередь должен пригласить тех, кто пожаловал. И теперь, значит, 10-го числа, 10-го февраля я получаю письмо заместителю руководителя. А мы написали, 10-го февраля мы написали письма, значит, Садникову написали письма, и управляющей компанией Хабибульна довели до сведения, довели до сведения, что собственники провели очередное собрание. Мы все, в принципе, эти письма читали, если вы его читали. Нет, нет, вы дослушайте. Да, за самим, по-моему, интересно, что проведено, значит, очередное собрание. Мы их поставили в известность, отдали им, и у нас еще была копия коллективного письма, которое Шарикова писали, что люди против Нижнего Тауна. Нет, выключайте и рассказывайте, что я не могу. Нет, вы дослушайте дальше. Значит, потом, значит, после, начиная с 30-го июня 2015-го года, после проведения общего собрания собственников МКД, инициатор собрания обязан передать копию протокола собрания собственника в свою управляющую компанию, не позднее, чем 10 дней для проведения собрания. Мы передали на 4-й день. При этом, начиная с 30-го августа 2015-го года, после получения копии протокола собрания, от инициатора собрания в течение 5 дней управляющая компания обязана передать копию этого протокола в органы государственного жилищного надзора. Вы передали... 15-го году? 15-го года. Мы же провели в 2017-м году собрание. Мы же говорили только, что 15-го года. Это, начиная с 30-го августа 2015-го года, такое есть установление, что после получения, вон как, вам передали через 5 дней. Когда вы передали на 5-го действия? 17-го. Мы передали... Сейчас скажу, сколько вы передали. Мы передали 10-го. 10-го февраля. 10-го февраля. 15-го февраля. Это письмо обзорный орган, то есть в жилищную инспекцию. Да. В жилищную инспекцию она отправлена. У них такая же копия письма от вас тоже есть. Хорошо, хорошо. Нет, копия письма... Ну, то есть, не письмо, вы даже, например, протокол отправили. Нет, жалобу, жалобу. То есть, отправлена в инспекцию. Там то же самое говорится, что... Нет, протокол... Протокол надо было отправить. А значит, и еще с 1-го декабря 2016-го года у управляющих компаний существует обязанность размещать протоколы собрания собственников на собственных сайтах сети интернета и на сайте. Протоколы вы в этом не получили? Третье, поскольку мы так и не получили никаких результатов, никто с нами на общение идет. А значит, целенаправленно идет, значит, отдали свой перечень и вот на разработку сняты. Уже собственный перечень, какие мы там, вообще, к этому нет. И, значит, поэтому мы обратились в суд. Третьего марта. Десятого марта я получила письмо. Значит, за подписью... Наверное, это ваша базаевка, да? С вашей подписью... Значит, ну тут ссылки в письме на федеральный закон, значит, 185-й фраза о ходе содействия. Целями фонда является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Мы не пропустим все. Ссылка на постановление номер 1146 от 31-го, 12-го, 13-го. Здесь тоже чек, сохранение, постановление, улучшение качества. И все перечни, перечень как раз именно те работы, которые мы хотим. Или подвал есть тут, и... Значит, мы вписываемся в этот... В этот перечень мы вписываемся. Вот теперь дальше, посмотрите. Вы должны были... Так вот, суть-то в этом и получается, что вы без решения собственника... Даже есть постановление Кабинета Министерства, как в менте 1729-е, в котором именно на 17-й год, в котором сказано, что вот этот Бавлинский район, Харик, Наташа, 18, включет в дом, и вот идет перечень. Ремонт крыши, в том числе переустройство, невентиленную крыши, ремонт внутридомовых и жильяных систем, установка в коллективных общедомоевых приборов, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, ремонт фундамента, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и Технических паспортов, ремонт подъездов, ремонт системы пожарозащитания в квартирном доме, осуществление строительного контроля и разработка предельного государственной экспертизы. Вот на эти деньги выведены средства. Те, которые я озвучиваю, 12 миллионов 538 тысяч 945. Из них 3,5 миллиона средства бюджета Российской Федерации, 2,5 почти самым местным бюджетом и 6,5 собственников МКД. Поэтому дальше делаем. Управляющий компанией. К чему мы хотели? Посмотрите, что там есть ссылка на федеральный закон 271. В ней говорится ответственность к убытке, причиненной собственникам. Продолжение следует. Продолжение следует. У нас есть перечень. Вы знаете, подождите, есть перечень конкретно. Мы готовы его обсудить. Именно какие работы, включать, вот, как говорят. Но еще у нас есть, знаете, ссылка на протокол. В вашем письме есть ссылка на протокол. Вот. Вот. Ссылка на протокол собрания. От 7-го, 12-го, 16-го. Номер 2. Приложено к письме о том, что перечень работы определенного на общем собрании собственников помещения в многоквартирном доме, улицах, или, как дальше, 18-го, утверждено, что это 100% голосованием собственников неправомерным, так как фактически собрание не было. 7-го декабря, 16-го года, 14-го, мне Илья Свой, как старший подруг, позвонили по телефону и попросили вставать, что это собрание в 15-й момент. Не объясняя причину. Я сказала, что это невозможно. Я сказала, что больше не слушается. После того, что у меня дома появляется лишь 18-й момент. Нет, если вы не слушаете, как быстро не смогу поместить. Обойти надо 30-й момент. Вы сейчас не слушаете. Тогда сказали, что... Ну, что вы интересны, сейчас только начинаем. Вы поэтому не слушайте, потому что... Нет, одно и то же. Басни Крылова одна и та же. Ребята, я эту прокуратуру отнесу. Пожалуйста, относитесь. Пожалуйста, относитесь. Да, слушайте. Не остановитесь. Вы давайте мысли, что обсуждать. Вам нужен капитал или не нужен. Если вы это хотите просто... Нет, слушайте. Я вам могу сказать, что я эти вещи два раза прочитал. Не надо читать. Они все документы получили. Со стороны пригласивших нас Сабитова не было. В большом протоколе она определена как приглашена со стороны исполнительного комитета. Нас поставили в известность, что необходимо собрать подписи под уведомлением о том, что они вдруг включают в программу капиталов. Это ремонт в 2017 году. Причем подписи нужно собрать срочно. До поначального года. Поэтому протокол общего собрания приложен и фальсифицирован. К нему приложены к старокопии подписи от другого документа. На подобном документе инициатором проведения общего собрания собственников помещения обозначена собственник квартиры номер 4, Доминова-Кахидя Белаловна. Она же фигурирует с приложением номер 2, представленным в фальшивом катакол от 07 декабря 2016 года, в котором написано «Уведомление. Инициатор собрания Доминова-Кахидя Белаловна уведомляет вас о проведении общего собрания собственников помещений 8 августа 2016 года. Она в декабре, нас обещает, предназначает проведение собрания в августе. Во дворе, значит, собственник для квартиры номер 4, фактически является понятательным Дмитрий Петрович дата регистрации права собственности 29 декабря 2007 года. Вот как объяснить вы этот момент? Давайте подробнее. Подделаны подписи собственника квартир номер 4, который в фальшивом протоколе фигурирует в качестве члена счетной комиссии. Копия паспорта в доступ к прилаганию. От приложения номер 5, того же фальшивого протокола, еще от 7 декабря 2016 года, расписано смета расходов, о которой до сегодняшнего дня пишут, что она еще не готова. А там уже все. Там как раз высветились именно цифры, о которых вот из-за чего идет сбор. Потому что 1,850,000 выделено на отопление. Извините, ребята, давайте мы сделаем, у нас 29 квартир, да? У нас как раз хватает 65 тысяч на индивидуальный отопление. Извините, пожалуйста, я перебью вас. И 5 миллионов с лишним идет, значит, на фасад для того, чтобы обшить нас кинопластом. И у нас денег нет, не хватает денег на фасад. Кинопластом? Нет. Кинопластом. Извините, пожалуйста, вы, предыдущие, ваши слова, я хорошо запомнил, что подписи вы собирали. Как можно быть, то есть подписи дискуссионные? Потому что человек, который проводил собрание, ее нет. Вы обратно ее защищаете. Она говорила до этого, что она сама ходила по квартирам и собирала подписи. Значит, она сама поставила эти подписи. Мы эти данные берем в паспорт нам. Вот только говорила. Вы себя же брали. Я поэтому слушала, и я сам, а зачем тогда врать, промесла? Искать, и касси, и касси, и касси. А почему нет документов? А как она вам там проводит собрание? Ну, извините меня, кого-то же надо ставить. А кто написал этот протокол? Я написала. Вот именно шапку. Ну, господи написали. А инициатор собрание не мое, да? Ну, вы, например, от видов работы от этих отказываете, что ли? Я не знаю. Вам не нужен ремонт кровли. Подождите, давайте посмотрим. Смотрите, кровли вам нужны. Ремонт кровли нужен? Нужен, знали. Там у вас на чем-то такие лежат. Знаете, почему мы хотим знать? Потому что, когда кровли я подписала, спросила, что она объяснила, а потом началась. А это частично, это частично. Кто частично, кто частично? Понимаете, просто поэтому, когда перечень. Давайте тогда обсудим вот именно перечень, да? У нас интересует перечень. Давайте попробуем. Замена покрытия кровли с устройством примыкания. Вы 100%. Хорошо. Ремонт деревянных конструкций. Как раз полностью. Я как плитировщик меняю. Вы скажете. Вот в проекте есть институт. Вот сейчас долго спрошу, конечно. Я понимаю ваши принципы, я согласен с этим. Ну, сейчас вот на данный момент, мы сейчас кого будем наказывать? Вы сами себя сейчас можете наказывать смысл у вас в программе, во-первых, да? Во-вторых, ну ладно, будут работать. Мы хотим, чтобы кто взял. Сейчас мы просто сейчас припискиваем к одному мнению. Вот на данный вопрос у вас стоит вопрос о подвале. Почему нельзя подрядчику сейчас поручить? Я найду даже и экономные средства. Они подвал вычистят и косметическое ремонт делать. Нет, мы и так же едем. Давайте, давайте так скажем. Давайте, давайте так скажем. Давайте, давайте так скажем. Ну да, на данный момент. Мы порвали трещины, аварийные трещины. Ребята, поскольку вопрос именно как раз по печени, давайте пройдем. Давайте, мы сейчас уже ждем. Вы нам сейчас не столько времени убили прочитать то, что я прочитал его вот накануне, да? Ну я не все читаю. Все читаю уже. Ну вот зачем это нам нужно? Давайте как-то к этим туда-дем. Это главное. Как не нужно? Если у нас все равно инфицируют совмещание. А чем это нужно? Смотрите, на сегодняшний день я вас понял. Мы нашли, как говорится, да, мы нашли, допустим, изъян в работе в управляющей компании, да? Да, нам это интересно. Подождите. Нам нужно это обещать, чтобы они приняли. Подождите. Я вам... Подождите немножко послушаю. Я вас сейчас полчаса... Подождите поэту. Хорошо. Я сейчас, как у вас из полкона, да, я наказываю управляющей компании, что он там что-то неправильно сделал, выявляю, делаю экспертизу, да? Выявляю, что он действительно там протокол, а может быть поддел, еще что-то сделал. Я просто покакиваю. Я отменяю данный ремонт, пишу в фонд Репарни ЖКХ в связи с тем, что жители не согласны всем видам работ, что управляющая компания этот, допустим, подделала протоколы. Я просто отменяю этот капремонт, потому что по-другому, к сожалению, на сегодняшний день виды работы поменять уже не можем. Мы его можем только отменить. Виды работы нам удовлетворяем. Мы не можем. Допустим, к тому же, как у нас, как у нас, а вот это то, что внутри. Послушайте меня, они не могут, не могут сейчас те виды работ, которые уже по бюджету сформированы, не могут они поменять. Я вам еще раз говорю, если бы мы могли, мы бы все с вами здесь не спорили, мы бы их поменяли, мы их не можем поменять. Почему тогда на тот момент, когда еще это было возможно, почему не был обсужден тогда вот этот вопрос? Смотрите, подождите. Давайте попробуем, начнем тогда обсуждать. Вот процентно-страбильная система, да? Меняется, меняется. Крыша. Мы же только зашли на... Железо меняется, меняется. Подождите, подождите. Подождите, вопрос, пожалуйста, если вы говорите, если либо мы сейчас соглашаемся с теми видами работ, которые есть, я согласен с подвалом, да, есть у нас текущий ремонт, на который мы деньги собираем, у нас какая-то экономия может вылезти по... Мы же пока еще сделали усредненную дефектную ведомость, вот сейчас он проводит экспертизу, у нас уже будет точная смертная стоимость, да? Мы, если какие-то средства у нас экономятся, мы только на этот дом можем их использовать. Мы можем их упустить в подвал, раз. Если даже этих денег не хватит, у нас есть текущий ремонт в течение года, второго, третьего года, мы можем эти работы проводить там, правильно? Нет, это не делается. Нет, а в какой момент, и почему, и кто решил, что нам надо верхнюю подачу тепла поменять на нижнюю? Откуда вот этот-то взялся вариант? Вот смотрите, подождите, есть проектный институт, они сделали проект, расчет сделали, расчет сделали, а с чего вы это начали делать? Подождите, давайте я вам скажу. Нет, с чего вот это вот? Нет, вы-то зачем делаете? Мы синих, с чего это мы делаем? Нет, с чердачный расход убирается. Давайте, я скажу, по поводу расхода. Здесь сколько человек живут, которых на четвертом этаже? Ну, по всем этажам. На третьем, на третьем, на третьем. Три квартиры. Три квартиры. Вы, наверное, да? Нет, я на первом. Вот и вы на третьем этаже, да? Вопрос в чем стал? Я же понимаю прекрасно, да, я же не дурак, что если мы разводку будем менять, у вас там затронется ремонт, правильно? Вы поэтому не хотите его? А почему другие? Ну как? Больше половины квартир отремонтированы. Больше половины квартир не стоит, не надо ничего менять. Смотрите, мы все говорим, что у нас очень высокий... Подождите, подождите. Можно объясню? Мы все говорим, что у нас очень высокий тариф за отопление, правильно? Да. У нас разводка проходит где? На чердаке. Зачем мы клеим эту крышу? Ее можно изолировать. У нас будет труба, и внизу попали, и на чердаке будет труба, и тут будет греть, и там будет греть. Хорошо, я вам объясню. Вот эта чердачная разводка, почему мы сымаем ее с чердаками, не дай бог будет отключение отопления, и чердачная разводка замерзнет, вы за свой счет будете делать чердак. Подождите вы, поймите правильно. И затопит вас третье. Андрей Павлович, подождите, мы же не просто так идти. Да нам бы и не нужно было эти деньги, тратить бы вы эти деньги, да, и смогли бы отключить еще какой-то двухэтажный дом отремонтировать. Они же первые поэты поведут. А если вы, если вы, если вы, мы, выделили, как раньше это было, нет, если бы нам сделать деньги, не платить. Она, чтобы меньше, не калорий вам платить за отопление, вот с подвала и пойдет она все. Они выделили то, что не хватало, со всех домов выделили, со всех домов выделили, со всех, что вы говорили, это накопительная система. Деньги накапливаются, приходит программа на примок. Мы же не можем использовать такие деньги, которые набрали. Нет, вы за 14 лет набрали миллион. Вам дают 12, чтобы набрать. Вот здесь сидят миллионы ваших соседей, соседей колокольчиков. Вы же хотите, что вы эти 12 миллионов, которые дали, будете делать еще какие-то домашние? Нет, нет. Ну, раз уж вот эти деньги мы получили, давайте мы их используем на себя. Вот я вам говорю, что мы могли бы, допустим, не 12, если вы говорите, что вам пасад не нужен, это не нужно. Мы же только от благого, то есть есть такая вещь, энергоресурсосбережение. Подождите, дайте договорю. Я вас слушал, вы, пожалуйста, меня тоже послушайте. Мы могли, в принципе, оставить точно так же чердачную разводку. Мы же этот опыт уже в другом доме испытывали. Когда разводку перевели, у людей экономия средств появилась раз. Вы все говорите, что вот бабушки оплачивают, да, у нас очень высокий тариф на отопление. Где стал меньше? А? Где стал меньше? Так вы еще капли много сделали, где стал меньше? Вот это среди нестоверно, где именно стал меньше? Вы еще здесь спросите, кто же чердачная разводка была? Сейчас меньше. Отопление стало меньше у кого-то? Я же говорю, не дай бог, ее за то, где ритм потекет, где это самое? Это подвалость в атаку. А не дай бог, и она сделает капитальный ремонт себе в квартире. Знаете, я неудачу, что она 10 рублей на квадратный метр умножает. Что она 10 рублей на 100 рублей собирает. И мне было бы обидно, если я бы на третьем этаже не был. Не думайте, это разная ситуация была. Поэтому мы чердачную разводку снимаем. А то, что крышу отремонтировали, и сейчас также соседи топят эта крыша. А это тогда как у меня. Сколько лет она ходит? Сколько лет лет ремонтируют? И тоже никогда не менять не могут. А гарантии есть, что ее сделают лучше, чем допустим? Да, вот тоже. Старшие будут подпишены. Старшие будут подпишены. Минягин спускали в области дрожать в доме. А это будет дрожать в квартире. То есть там на чердаке 0. Так и в подбалу нас называют отопительные. Мы можем до утра в этом говорить, но посмотрите. Как говорится, что сделали, то сделали. Вопрос просто такой. Либо мы это оставляем, либо мы отказываемся к приморке и ждем, когда он будет. Вы жильцов выслушаете, вы же нам хотите слушать. Да мы слушаем. Я для этого не пришел, для этого организоваться. Вот сейчас будет говорить. Вот насчет отопления на крыше. Давно просили с крыши убрать, потому что мы греем.